В поселке имени Горького около часа ночи полицейские задержали двоих злоумышленников, которые пытались обворовать продуктовый магазин. 19-летних подозреваемых с полными карманами чупа-чупсов и сигарет экипаж вне ведомственной охраны схватил на выходе. Внутри павильона царил беспорядок. По полу рассыпаны буржуйские леденцы, контрольно-кассовая машина зачем-то поставлена на весы. А что тут такой беспорядок? Чупа-чупсы упали. Почему упали? Такого учился, не знаю, не видел. Один из задержанных заявил, что входная дверь в павильон была открыта. Оставалось только войти внутрь и взять, что нужно. Вон был открытый киоск. Мы зашли сюда. И все. А дальше что, полицию начали вызывать? Ага. Полиция сама приехала. Подозреваемый явно привирает. Дверь открытой быть не могла. Ригель замка выдвинут, значит створка была заперта. Но отжать ее в сторону не так трудно, поскольку пластик куда податливее металла. Зная это, коммерсанты на ночь входную дверь обычно распирают при помощи поперечной палки. Но в этот раз про средства защиты почему-то забыли. Очевидно, понадеялись на сторожа. Его вотчина располагалась в задней части магазина. Но выйти на шум в торговый зал охранник не мог. Для пущей сохранности товара на ночь запирается и дверь, отделяющая подсобные помещения от главного зала магазина. Все, что мог сделать сторож, это нажать тревожную кнопку. Оба задержанных судимы за грабеж и кражу. С места происшествия Валентин Борозняк, Анна Карпова и Павел Рогатин.